Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 22 сентября, день Анны и Акима. Сегодня почитают память родителей Девы Марии. Анну и Акима считают покровителями, роженец и бездетных. Они сами долго не могли зачать ребенка. Произошло это только в преклонном возрасте. И Акиму в пустыне явился ангел и сообщил, что родится дочь. После 9 месяцев Анна родила дочь. Супруги дали обет, что посвятят дочь Богу. Потому Марию отдали на воспитание в храм Иерусалима, где она находилась до своего совершеннолетия. Этот день считается астрономическим началом осени. Сегодня было принято почитать женщин и щедро угощать. На Древней Руси этот день называли днем рожения. Сегодня поздравляли молодых матерей, а также обязательно чествовали и повивальных бабок. Сегодня дарили подарки близким людям со стороны молодых или бездетных новобрачных. Согласно примете, такое почитание своих родственников не спошлет им благодать и позволит зачать здорового ребенка. Продолжались праздники урожая. Молодые парни гуляли перед отправкой в армию. Приметы. По-прежнему смотрели на лук и по шелухе судили о предстоящей зиме. Итак, первая у меня есть. Теперь что я еще делаю? Чтоб все хорошенько смешалось, я сюда добавляю клюкву. Вот она красавица, клюква. Один цвет чего стоит. Ах! Великолепно! Клюква настолько хорошо улучшает пищеварение, что вот немножечко ее съешь, особенно растертую сметку, сразу же сок так и брызжет, за счет чего все у вас будет полноценно в организме сгорать. А раз полноценно все будет в организме сгорать, не будет образовываться никаких шлаков, которые загрязняют кровь, и на которых развиваются в организме, как вы думаете, что? Правильно, развиваются микробы. Всевозможные микробы, которые уже используют нас, как кусок мяса, и начинают есть. И особенно не любят, знаете что? Особенно не любят красные кровяные тельца. Поэтому мы начинаем первоначально страдать анемией и прочее, прочее. Далее. Проросшего зерна, как я говорю, проросшего зерна много не бывает. Но тем не менее, берем горсточку, вот такую вот, вот, и все это сюда, опа, заправили. Добавили. Теперь, чтобы это начало все перемалываться, добавляем ряженки. Можно кефира, можно еще чего-нибудь там такого. Вот. Опа. Главное, чтобы все это было кисло-молочное. И делаем пробный такой замес, чтобы все это сначала перемешалось, соединилось. А далее еще добавим творожка, метка по вкусу. Все. Увеличиваем скорость. И пошло. Итак, предварительно у нас все соединилось, но процесс у нас еще не закончен. Мы берем творожок, половина пачки, это примерно где-то грамм сто. Так. И аккуратно его сюда добавляем. Так, мед мы еще не добавляем, хотя уже можно и мед добавить. Ну, добавьте. Добавим меда. О, все хорошо. Медком. Так. М-м-м. Ах, вкусотища. Люблю мед, особенно цветочный. Великолепная вещь. Ну. И добавляем остатки ряженки. Кисло-молочного. Все. Это нам больше не понадобится. Ручки сполоснем. См-м. И начнем процесс дальше. 23-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны, неконтролируемые всплески, раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после охрабить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!